Добрый день еще раз всем. Отдельно вначале хочу еще раз всех поблагодарить организаторов. С огромным удовольствием слушала в прошлый вторник выступления коллег и с огромным удовольствием слушала выступления молодых специалистов обе субботы. Спасибо. И, как всегда, у меня отдельный реверанс, как всегда, в адрес прекрасный, совершенно очень комфортно оформленных, составленных писем. Ой, нет, рано. О чем я хотела бы сегодня поговорить? Я бы хотела поделиться некоторыми соображениями об одной из очень интересных тенденций в том, что мы называем арабской литература. В последние годы в лонглистах престижной премии, литературной премии за романы на арабском языке, известной как «Арабский букер», можно встретить много произведений, которые фокусируются на видении мира персонажа, которому обычно отводилась незначительная роль, вплоть до отсутствия имени. Вообще вопрос имени – это очень важный прием. В современной арабской литературе он часто используется, но это тема отдельного доклада, отдельной дискуссии. Так вот, повествуя саму свою историю, поясняя мотивы своих действий и откровенно формулируя свои чувства, такой герой обретает звучный, уверенный голос. А вместе с ним и все, кто находится в схожей ситуации, скажем так, весь подвид. А, конечно, и раньше в произведениях вводились персонажи, внутренний мир которых не представлял интереса для литературы прежних годов. Начиная с 60-х годов было введено, так называемо, сформулировано понятие «видение» или «руэя». Это мы можем увидеть и у Корефеев, Нагиба Махфуза, Ильюс Федриса. Да что там, в общем, вся литература о новореализме 50-х построена на жизни простых людей. А романы из 60-х, 90-х, они известны своей фокусировкой на внутреннем мире героя, так называемые интроспектные романы, где очень остро стоит вопрос в зависимости картины мира от своеобразия воспринимающего сознание, необходимости читателям соединять вот эти точки зрения разных субъектов для создания адекватного образа действительности. Однако в романах последних лет мы видим акцент именно на точке зрения, как способе представления действительности, и это становится важным стилистическим приемом. Ну, тут надо еще, конечно, оговориться, что немаловажный момент – это современные романы, ну, где-то, так скажем, с нулевых годов, они ориентируются на читательскую аудиторию. То есть это не чистый модернистский или постмодернистский эксперимент, они все-таки делают этот роман более-менее читаемым. Так вот, возвращаясь к теме моего доклада, не случайно жюри арабского Букера очень часто отдельно отмечают в презентациях лонг-листа среди особенностей номинированных романов так называемое понятие, как «Асуат аль-Махамишин», то есть голоса маргиналов, маргинальных таких представителей общества. А, соответственно, удостоенные внимания критиков авторов в интервью с удовольствием рассказывают, как они работали над этим вопросом, над этим вызовом. Надо сказать, что в научной литературе наметились вот эти тенденции вообще последние 30 лет. Стали появляться исследования о так называемой микроистории, автобиографических произведениях позднего Средневековья, где простые люди, например, нелитерат, предчувствовали потребность писать от своего имени. Или, например, очень появились любопытные книги, где от таких так называемых «невидимых», кавычках, без права голоса людях, которые помогали известным личностям. Вот, например, у Пабло Орта вышла книга под названием «Марвелос Тивз» «Очарованные воры», если можно так перевести, о локальных помощниках известных всем ориенталистов типа Бертона, Лейна и так далее. Значит, я в своем романе, в своем докладе очень коротко хотела бы поговорить о пяти романах лонглиста Букера этого года как самых характерных в смысле подачи точки зрения. Значит, вначале я бы, единственное, хотела бы сказать пару слов о тех приемах писателей последних лет, которые обращают на себя внимание. Во-первых, это полифония. То есть это один из самых, конечно, захватывающих для читателей форм повествования, так называемый роман многоголосия, когда одно событие рассказывается от листа разных персонажей. Вот, собственно, упомянутый сегодня уже «Уазер, где заходит солнце» – отличный пример этого дела. Или же, например, роман «Лауреат» 20-го года «Спартанский двор» Абдул-Ахаба Аль-Асавы, где пять персонажей, двое французов и трое алжирцев выражают всю гамму отношений к французской, османской политике в Алжире в период с 1815 по 1833 год. Собственно, прием, который я вывела в название доклада – это повествовательная точка зрения. Значит, это специальный термин, который обозначает положение рассказчика или наблюдателя в изображаемом мире и его позицию по отношению к излагаемым событиям. Термин изначально возник в рефлексии художников и писателей, затем это стало применяться для изучения техники повествования. Литературу и веды выделяют разные слои, формы положения субъекта относительно изображаемого мира, формы адресованности текста. Ну, естественно, я в данном доплате это все рассматривать не буду, сосредоточусь только на носителе точки зрения, то есть кто говорит, и немного о его роли в композиции. Самый блестящий пример – это роман Швартистого 21 года тунисской писательницы Амиры Гнем. Я про него уже немножко рассказывала на прошлых. «Горе аристократов» Назилят Дайр Аля Кябер. Композиционно состоит из 11 глав исповеди, рассказчики – 10 глав, свидетели трагического события. И каждый из них как бы хочет очистить совесть, но от своей позиции тоже не отказывается. При этом главы от лица главной героини и ее возлюбленного нет. Главы нет. Ее версию читатель так и не узнает, и писательница это объясняет тем, что, собственно, только она и знала правду, а истина, вещь относительная, по ее мнению, должна быть распределена по всеми членам этой истории. И вот еще важный момент – это то, что роман из этой серии, он как раз вот, этот роман из той серии, где видение прислугой мира господства становится отправной точкой для понимания концепции романа. Ну, мы это знаем, конечно, из западной литературы, по роману Исигура «Осадок дней», по Джо Бейкер, «Лонгборн» и так далее. Амир Игнейм, кстати, этот сюжет пояснял тем, что мы ранее не слышали так часто голос простой служанки на достойном уровне, слуга не могла говорить с той же силой, тем же тоном и занимать разнодначенное место в тексте. И еще один прием – это ненадежный рассказчик, продолжение, под вид предыдущего, излюбленный прием в мировой литературе, когда таким сложным, тонким образом раскрывается характер. Я, наверное, пропущу этот, перейду сразу к теме, к тому, что я хотела рассказать. Значит, первый роман, о котором я хотела обратить ваше внимание, это «Эфиопский Рэмбо» эритрейского писателя Хаджи Джабера. Это прекрасный пример того, как писатели-мужчины ведут повествование исповеди от лица женских персонажей. Используя смену режимов авторского повествования от третьего лица, вовлеченного автора, к первому лицу главной героини, писатель объемно показывает мир человеческих чувств. В центре романа эфиопская служанка Артура Рэмбо, которая мимолетом упоминается в документальных источниках, имеется без имени. И тут, с одной стороны, интересен внутренний мир этой девочки, как оказывается очень богатая и стилистически много интереснее ее речь, чем речь рассказчик-повествователя. А с другой стороны, мы видим известного французского поэта совершенно в другом раке. Очаровательный, лучше других европейцев постиг к культуру местных, но совершенно беспринципный торговец оружием, который запутался в своих чувствах. Следующий роман в этом ключе – это роман «История Фарах», египетско-американского писателя, дипломата и политолога Айзадин Шукри Фишера. Он говорил, что писать от лица женщины – это настоящее приключение. Несколько раз даже думал, а стоит ли за это браться, потому что интересен ее способ мышления, опасения, чувства и так далее. Он, кстати сказать, автор романа «От лица террориста», который стал скандально известным, и на его основе был снят, экранизирован фильм на Netflix. Это динамичный, крепко сделанный, захватывающий роман о двух судьбоносных днях главной героини, который рассказывается от ее лица, и он насыщен всевозможными флэшбэками в ее детстве, молодости, и в итоге мы получаем жизненную историю о поколении, не только о ней, еще и о ее матери, ее дочери, и по-разному. То есть мы получаем историю о материнстве, о выборе, о праве на свободу в отношении своего тела и мысли. Роман «Где мое имя» сирийской молодой писательницы Димы Шукар. Это ее первый роман. Как и в случае с Эфиопским Рэмбо, в данном романе факты биографии известных исторических персон Запада становятся всего лишь фоном для драматичных внутренних переживаний местных героев. Очень интересно, как сейчас бы сказали, ресурсная тема, но немножко сюжет скрипит по швам. Вообще, надо сказать, я не успела оговориться, что, по мнению очень многих критиков, список букера этого года не такой сильный, но для литературы ведов это, конечно, особенно интересно, потому что оно показывает то, что называется общая температура по больнице. Так вот, роман Димы Шукар состоит из двух неравных частей от лица Камур и Зейны. Первая живет в 19-м, другая живет в 21-м веке. Травма Камур – это случившаяся на ее глазах резня 1860 года в Дамаске, и затем она становится помощь в доме Вертона, известного британского дипломата и ориенталиста. Бертон предстает властным, бессердечным, он отправляет Камур записывать истории выживших в резне, но просит не их крики и вздохи, а детали – фактуру парчи, рисунок на керамических плитках. А вторая героиня, вторая часть, учится уже в Лондоне на искусствоведа, ее местный покровитель, совсем другой по характеру, он, собственно, с ней рукописью и делится. Это вот такое очень личное повествование, как и в романе «Дневники Роуз» эмиратской писательницы Риммель Кемали. В романе почти нет повествования, реальные события перетекают в иллюзорные, и при небольшом объеме романа текст очень вязкий за счет тяжелого самокопания героини. Историю рассказывает девочка из 60-х годов XX века, которую после смерти матери передают в консервативный дом отца. Ее мечта стать писательницей и планы учиться в Дамаске рушатся. Это известная по, собственно, роману Джохи Аль-Хариси, оманская писательница, тональность женщины, имеющая талант и амбиции, но вынужденной жить в патриархальном, пусть и роскошном плену. И вся ее активность уходит в сферу такой вот иллюзорно воображаемого. То есть работать, готовить, работать в поле она не может, а учиться ей не дают. Ну и, собственно, финальный роман, о котором я хотела сказать, это «Финалист». И, на мой взгляд, заслуженный финалист 22-го года Букера, роман ливийского писателя «Хлеб на столе дядюшки Милляда». Самый молодой лауреат премии Мохаммад Эн-Наас. Это тип романа, в котором аутсайдеры или асоциальные личности рассказывают о скрытых проблемах общества. До последней страницы непонятно, что это за жанр. Ну, небольшой спойлер, это такая психологически-социальная драма. И зачем и кому рассказывает рассказчик. Каждая глава открывается эпиграфом ливийской пословицы о поведении настоящего мужчины. Историю своей жизни от детства до недавних дней и о своей страсти к пекарству рассказывает молодой мужчина, который предпочитает заниматься домашними делами, готовить, гладить и дает своей жене работать, так как ей нравится. Это, собственно, роман о том, как много бед, отложенных представлений, ожиданий, норм, вложенных в детстве родителями и обществом. И на поверхности это роман про так называемую сейчас токсичную маскулинность. От смены фокуса и рассказа от мужчины, который сопереживает женщине, положение женщины в ливийском обществе кажется еще более жутким. Если мы глубже смотрим, это станет понятно только в самом конце, я финал не скажу, потому что, собственно, ради финала стоит читать. Это как раз то, что этот роман абсолютно очень хорошо складывается в понятие ненадежного рассказчика. Так вот, насколько этот роман на самом деле о том, насколько человек может долго держаться в рамках своей правильно заложенной природы и личных гуманистических взглядов, когда общество на него давит. Автор не обрам. Три минуты. Я уже заканчиваю, у меня уже отключение. Собственно, роман так вот, автор не оправдывает зло, но показывает, как люди до него доходят в конце концов. То есть в данном случае ненадежный рассказчик, этот прием, предвидя вопрос, прием ненадежный рассказчик в данном случае используется не для того, чтобы запутать читатель, а как раз для того, чтобы очень четко акцентировать гуманистическую идею автора. Так вот, в конце, в финале я хотела бы сделать такой вот предварительный вывод, ну, насколько мне время позволяет, что, используя прием точки зрения повествователя, выводя в центр внимания неуслышанных ранее и тем самым меняя фокусировку, писателя заставляя звучать острее привычные нам темы, право решать, право выбирать, право на свое мнение и право распоряжаться своим телом, умом и судьбой. У меня все, спасибо за внимание, буду рада ответить на ваши вопросы или какие-то комментарии. Да, спасибо вам большое, вы четко уложились в регламент. Я старалась, спасибо. Так, вопросы, комментарии. У меня вопрос, может быть, не совсем по теме, но вот в современной прозе арабской очень часто, очень много таких текстов, которые очень тяжело читать. То есть, очень такой специфический язык, бесконечно нужно лезть в словарь, не всегда понимаешь точно, что хочет каждый отдельный фразой автор сказать. Вот вообще, вот этот такой стиль в свое время вот назвали поэтический модернизм. Вот такой вот. И сейчас вот даже, я знаю эти букеровские, значит, романы, эти Абдухаля, например, вот она мечет искры, потом это Голубки, это Ожерелье Голубки, их тоже прям тяжелейшим образом, очень тяжелых чтений. Вот вы про те романы, которые вы сегодня рассказали, там где-то наблюдается такой стиль? Михаил Николаевич, спасибо огромное за вопрос. Я немножко пропустила этот кусок, как раз хотела немножечко ответить, что очень часто вообще арабскую и современную литературу обвиняют в том, что она такая немножко галлюциногенная, слишком много вот этого всего. Мне как раз кажется, что если мы, конечно, говорим о хорошей литературе, о качественной арабской литературе, там именно идея, как мне кажется, в том, что это специальный прием, который автор использует для того, чтобы донести какую-то свою позицию. Ну, естественно, если мы говорим о хорошей, опять же, не о Шарпатребе, да, о хороших романов. Среди тех романов, которых я сейчас вам представила, наверное, только роман Рим Аль Кемали. Он такой, он понятный, он просто очень вязкий, его тяжело читать немножко, но так я как раз, как раз тоже об этом вначале говорилось очень коротко. Мне кажется, в данном случае писатели очень четко имеют в виду аудиторию, чтобы роман, извините, покупался. Да, такой вот момент. То есть они, Абдухаль все-таки, они еще вот в те времена, ну, когда это было, не знаю, 10 лет назад, я забыла. Они все-таки какой-то, мне кажется, они еще играли вот в этот вот поиск формы, вот эти новые вещи, сейчас, мне кажется, они очень, ну, все-таки настроены на рынок, как мне. Особенно эти романы, они совершенно замечательно читаются, я своим студентам всячески их рекомендую. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо. Саид Хабулович, позволите, позволите Кристине Тиграну задать? Да, Елена. Викторовна. Пожалуйста. Елена Викторовна, да. Спасибо. Да, Кристина Тигран, ну, во-первых, благодарю за такой интереснейший доклад, не так много наших коллег занимается современной арабской литературой, я, конечно, выражаю восхищение тем, как быстро, по горячим следам вы анализируете эти романы, как много читаете. У меня вопрос такой, как раз человеку очень погруженному в тему и много работающим с текстами современными, можно ли выделить какие-то региональные особенности, назовем это так, вот, скажем, какие-то приемы письма, которые больше характерны для ливанской литературы, для египетской, для иракской, или нет такого, это единое, единое такое монолитное пространство. Может быть, вот, скажем, там ливанцы, египтяне, какие-то композиционные приемы или какие-то стилистические приемы предпочитают, вот можно ли говорить о какой-то региональной специфике? Елена Викторовна, спасибо огромное, это очень интересный вопрос, как раз потому, что мы здесь вступаем в тему разговора о так называемой World Literature, мировой литературе, о которой сейчас очень любят говорить, ну, не сейчас, или американские коллеги, и также, скажем так, эту же тему часто поднимают наши коллеги-иронисты, тюркологи-иронисты, вот Мария Михайловна Репелкова и Анна Умна Ардашникова, разговор о том, что современные писатели, и, по-моему, даже представители Юго-Восточной Азии тоже подтверждали вот этот факт, что сейчас мы имеем дело, сейчас нет понятия деления, например, на школы, вот если мы смотрим на 20-й век, там у нас есть 50-е, 60-е, 90-е, мы говорим о школе такой, Мадрас Аль-Мухаджирин, там еще кто-то, сейчас такое ощущение, что каждый сам за себя, и вот именно из-за счет этого региональность, вот эта вот специфика вот в этих романах, она вся создается только за счет реалии, то есть египетские писатели, написанные египетские, да, это вот Хикайт Фарах, если мы смотрим на вот эти романы, отлично описаны деревни и город, Египет 70-х, Египет деревенский 70-х, или Египет современный, со звездами, и так далее, или, например, вот Ливанцева говорили, замечательный, я ничего не говорила про него, потому что его не было в этом году, увы, Джабур Дуэйхи, ливанский писатель, но если мы смотрим композиционно или мы смотрим стилистически, вот именно ваш вопрос, именно про прием, приемы все одинаковые, в общем-то, то есть такого, что, например, условно говоря, все марокканцы любят сюрреализм, как нам очень хочется, как он раньше был в какой-то момент, когда вот как раз Химиш, тоже получавший букер несколько лет назад, прямо в начале, такого нельзя сказать, но они увлекаются, да, вот этими, то есть они, скажем так, просто так взять, сейчас написать роман, нельзя, он должен быть интересно сделанный, он должен быть такой классно закрученный, он должен быть, но прямо, что это региональное, я бы вот так не могу сказать. Спасибо. Спасибо. Хороший вопрос и хороший ответ. Спасибо за вопрос, важный вопрос. Да.